МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Александр Эвскляр. Хочу напомнить, что самые знаменитые концерты в истории рок-музыки вы можете посмотреть только в роковую ночь на телеканале Культура. И сегодня Нью-Йорк, Мэдисон Сквейр Гарден, 30 августа 1972 года. Совместный концерт Джона Леннона и Йока Оно. Совместное творчество Леннон и Йока Оно начали еще за несколько лет до распада Битлз в 1970 году. Надо сказать, что к тому времени все, что было сделано Битлз, вызывало у Джона Леннона крайне негативную реакцию. Поэтому в ответ на просьбу одного из зрителей спеть что-нибудь из репертуара Битлз на концерте, Джон Леннон с раздражением спросил, хотите Битлз? И исполнил крайне странную версию знаменитой битловской Come Together. Альбом «Однажды в Нью-Йорке», ставший основой концерта Мэдисон Сквейр Гарден, который мы вам сегодня покажем, был четвертой совместной работой Джона Леннона и Йока Оно. Вообще, 70-е стали периодом их большой политической активности. Лозунги, акции протеста и даже этот концерт можно было назвать в некотором роде акцией. Это будет наш Бангладеш, так говорила Йока Оно, имея в виду, что это будет наш ответ Джорджу Харрисону, организовавшему год назад первый благотворительный концерт в пользу голодающих Бангладеш. Кстати сказать, этот концерт мы вам показывали в одну из роковых ночей. Концерт в Мэдисон Сквейр Гарден, который организовали Джон Леннон и Йока Оно, был в поддержку умственно отсталых детей. Для выступления на этом концерте, а также и для предварительной записи альбома, Леннону нужны были сопровождающие музыканты. И здесь очень кстати пришлось знакомство с американскими рокерами Elephant's Memory, которые имели репутацию шикующих радикалов. Что такое шикующие радикалы, было в общем-то не очень понятно. Но музыканты это были отменные, играли они яростно и энергично. Это было то самое как раз, что было необходимо Джону Леннону. Надо сказать, что альбом «Однажды в Нью-Йорке», который вышел за месяц до этого, был очень прохладно встречен и публикой, и критикой. Записи шли из рук вон плохо. Поэтому репетировали концерту очень напряженно и упорно. Леннон был одновременно и дружелюбным, и злоязычным. Вообще все хотели сделать несколько другое звучание из этих песен. Как бы их политизировать, сделать из них политические лозунги. День концерта, 30 августа 1972 года, начался для Леннона, Йоко Оно и компании, в общем, не очень хорошо. Были проблемы с аппаратурой в Мэдисон Сквер Гарден. Были проблемы с безопасностью. Фанаты умудрились просочиться в гримерке и за кулисы. Леннон вообще опасался, что концерт может быть отменен. Он также очень боялся, что Йоко Оно, которая собиралась там исполнить одну песню, будет плохо принята публикой и Освистона. На самом деле, все прошло удачно. Вообще, по моему личному убеждению, сравнивая концерт в пользу голодающих Бангладеш, который был организован Джорджем Харрисоном, и концерт в Мэдисон Сквер Гарден Джона Леннона, мне кажется, что музыканты и сам Джон Леннон выглядели на этом концерте более выигрышно. Мне очень нравится, как Леннон ведет себя с публикой. Мне очень нравится, как он поет, как он играет на гитаре. Мне очень нравится, как работают все сопровождающие музыканты. У меня к ним нет абсолютно на этом концерте никаких претензий. И даже Йоко Оно, к которой, надо сказать, я лично весьма скептически отношусь как певице, в общем-то, выполнила свою роль неплохо. Сейчас мы присоединимся к 15 тысячам зрителей, которые собрались в тот день в Мэдисон Сквер Гарден. Кстати сказать, это оказался последний концерт Джона Леннона и Йоко Оно. Я, Александр Эвскляр, прощаюсь с вами. Смотрите «Роковую ночь» с Джоном Ленноном. Пикчер Мьюзик Интернашнл представляет. Концерт Джона Леннона в Нью-Йорке. 30 августа 1972 года. Джон Леннон и Йоко Оно в сопровождении группы пластикона «Элефантс Мемори» выступили на благотворительном концерте, деньги от которого должны были пойти на лечение детей с дефектами умственного развития. Это было их последнее совместное выступление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok We insult her every day on TV I wonder why she has no guts or confidence When she's young we kill her will to be free While putting her down for being done we put her down for being done Well now woman is the figure of the world Oh yeah If you don't believe me take a look at the one you win If you believe me you better scream all about We make the pain of faith and dance We make the pain of faith and dance Dance, dance, dance Dance, dance, dance Dance, 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 dance Dance, 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 dance Спасибо, сегодня прекрасный вечер Мы хотим исполнить еще одну песню с тем же посылом Но Йоко сформулирует его иначе Готово? Братья и сестры Пришло время Сегодня или никогда Проснитесь Зажигайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо, сестра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жгите парня! Давайте! Они вот так делают коленями на Ямайке и в Лондоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, в один прекрасный день вы начнете так делать и в Нью-Йорке. У кого-нибудь есть пиво? Это была реклама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это последняя банка до конца концерта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь тихо помолимся, чтобы у всех был вовремя ужин. Если знаете слова, подпевайте. Вложите в них все свои эмоции. Но я хочу, чтобы эти аккорды прозвучали громко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА